продолжаем с вами работать и первым делом я хотел бы заметить один такой момент я только сейчас обратил внимание к сожалению у меня закралась опечатка в одном месте может быть вы уже сами заметили ее дело в том что неправильно было написано у меня слово description я говорил вот мета тэг description у меня было написано без буквы r то есть description без вот этой буковки r поэтому просто исправьте у себя если вы еще это не сделали не заметили случайно потому что если он будет написано вот таким вот образом то он никакого смысла не имеет и его содержание содержимое естественно не учитываясь в поисковиками уже в любом случае потому что такого мета тэга просто нет поэтому поставьте здесь description и мы с вами теперь двигаемся дальше сейчас давайте поговорим немножко о заголовках заголовок это точно такой же обычный тэг в html также как и в любых в документах на бумаге и заголовки точно также они применяются и в html и теги заголовков они бывают нескольких видов то есть начиная от тега h1 и заканчивая тегом h6 вот сейчас вы видите как раз весь их перечень в чем их отличие отличие в том что наиболее скажем так влиятельным и значимым является тег h1 заголовок h1 а наименее соответственно заголовок h6 мы можем это увидите например просто на практике да написав что-то в этих заголовках давайте напишем между тегами h1 заголовок первого уровня еще так называется потому что содержится между h1 а h6 это заголовок соответственно 6 уровня но на деле как правило обычно используются заголовки от h1 до h3 практически никогда не используется ниже но иногда там до h4 я никогда например не видел чтобы применялся заголовок h5 или h6 вот это заголовок 6 и давайте теперь сохраним на виду страничку вот вы можете видеть то что заголовок первого уровня нас вот так вот крупно выводится по умолчанию а сголовок что уровне самым мелким шрифтом соответственно те что между ними два три четыре пять они как раз таки занимают промежуточные позиции по размеру между вот этим первым да и между вот этим шестым заголовком кстати если вы сами пока еще не экспериментировали также то вот хочу обратить ваше внимание на такой момент когда вы просматриваете какую-то html страницу браузере то вы можете с помощью любого браузера и с помощью mozilla firefox в том числе посмотреть исходный код данной страницы то есть вы просматриваете страничку а можете увидеть вот вот этот самый код который соответствует но не в редакторе а непосредственно на сайте для этого например mozilla firefox я нажимаю правой кнопкой мыши и выбираю опцию исходный код страницы и нам открывается такой вот дополнительное окошко в котором можно видеть исходный код страницы вот он в общем то в полностью соответствует тому что у нас написан в редакторе как вы видите просто имейте это ввиду если вам нужно или хочется посмотреть ишь тему о какой то странице до вашей там или не ваши это не так важно так следующий момент о котором нам надо поговорить это комментарий комментарии могут использоваться для двух вещей первое это комментирование того что вы делаете то есть напоминание самому себе для чего у вас какой-то код например есть либо для предотвращения кого-то кода да то есть разметки от выполнения сейчас давайте рассмотрим оба случая значит комментарии в html сдаются следующим образом пишется значок меньше затем восклицательный знак потом два знака минус и соответственно закрываются они минус минус и значок больше и вы видите они такие оранжевые теперь то что между ними находится будет комментарием ну давайте например напишем здесь что выводим просто делаем сами себе какое-то пояснение выводим заголовок вот если мы сейчас сохраним на ее нашу страничку а то у нас ничего как видите не меняется это потому что у нас это комментарии то что находится между вот этими специальными символами она браузер мне выводится на экран то есть мы можем себе вот такие вот например подсказки писать а другой вариант это скрытие каких-то элементов давайте например сейчас скроем с вами вот это заголовок h6 мы не хотим например выводить его на экран временно или мы что-то тестируем например страницу смотрим с одним дизайном с другим там заголовком или без мы можем просто скрыть данный элемент пока что для этого опять же пишем вот таким образом можно нажать делить чтобы поднять до на строчку вверх и вот таким образом закрываем и теперь у нас видеть он также оранжевый и водится у нас не будет обновим страничку сейчас от этого строка у нас должна исчезнуть вот она действительно исчезла двигаемся дальше рассмотрим еще один момент с вами так давайте сейчас покомпактно немножечко сделаем здесь код подтянем его так чтобы у нас было больше места да вот так и будем работать здесь ниже помните к предыдущем уроке я показывал вам то что вот наличие каких-то пробелов между параграфами или вот здесь у дополнительных пробелов она не влияет на отображение кода но как быть в том случае если вам нужно показать на странице текста какой-то именно в таком виде чтобы сохранялись там пробелы табуляции переносы строк и так далее делается это достаточно просто для этого нужно заключить его в специальный тег пишется вот таким образом про и все что будет находиться между этими тегами про но будет иметь ну скажем так она не будет иметь форматирование да но будет отображаться точно так как вы здесь вот укажете давайте сейчас я напишу пример мы посмотрим вот как вы видите я написал такой небольшой текст здесь выводится текст с пробелами и переносами написал его в таком неприглядном виде здесь поставил там лишние пробелы тут перенажал перевод строки тут в начале пустота здесь здесь и так далее и если мы сохраним и сейчас обдаем страницу то смотрите что мы увидим мы с вами видим то что текст выводится точно в таком же виде как он задан в редакторе то есть эти пробелы так далее они сохраняются поэтому в принципе имейте ввиду что такое сделать можно это не так часто нужно но вы должны знать о такой возможности еще один тег о котором я хотел бы сказать это тег подназначен для того чтобы вводить на экран горизонтальной линии он пишется вот таким вот образом hr читается и если мы сохраним и вновь страничку то мы видим то что у нас на всю ширину экрана выводится такая вот горизонтальная линия серы это ее оформление по умолчанию толщина там задана по умолчанию так далее мы сейчас не будем с вами изменять эти параметры потому что когда мы будем уже изучать css мы будем обучаться тому как делать это правильно потому что сейчас мы внешний вид элементов вас могли бы менять только используя html разметку мы этого делать не будем будем сразу учиться как делать это правильно и сейчас давайте еще уделим некоторое время еще двум тегом рассмотрим их некоторые особенности для этого нам понадобится некоторый кусок текста сейчас я его напишу вот я написал предложение небольшой отрывок текста для эксперимента если сейчас мы обновим страничку то он просто у нас выводится под нашей серой чертой и что я хочу вам здесь показать есть специальный тег который называется span давайте сейчас на практике посмотрим как он работает то есть он парным является мы пишем слово span закрываем его он точно так же видите редактор нам подставляет закрывающий тег и если мы возьмем слово отрывок тег span то давайте посмотрим что будет при обновлении страницы видите у нас ничего не происходит то есть внешне ничего не меняется связано это с тем что вот этот тег span он не несет какой-то отдельной смысловой нагрузки вроде тега параграфа тега суп тега h1 то есть он визуально не модифицирует текст до который он обрамляет и для того чтобы увидеть какие-то изменения нам нужно каким-то образом придать некоторые характеристики этому тегу span то есть примеру мы могли бы с вами написать вот такую вещь сейчас я немножечко задроган css но потом мы к этому подробнее вернемся просто чтобы вы понимали мы можем написать вот так вот например span style равняется напишем color цвет и указываем например red то есть в такой конструкции мы задали то что то что будет содержаться между этими тегами span будут иметь и красный цвет если мы сохраним обновим мы увидим слово отрывок она стала красным то сейчас мы изменили начертание вот этого слова отрывок без скажем так использования html средствами css но мы об этом еще поговорим сейчас дело не в этом то есть как вы видите сама по себе сам по себе так он не оказывает влияние на отображение и давайте сравним его с другим тегом на тегом div который чаще всего используется да для блочной верстки как раз таки и он в принципе сам по себе означает блок и обраме вот это слово отрыв теперь в тег div и обновим страничку и мы видим то что у нас после слова небольшой до произошел перенос строки затем идет отрывок отдельно и текста для эксперимента а почему так происходит здесь как раз мы с вами подошли к определенному понятию который сейчас я вам поясню есть так называемые блочные элементы и строчные и различие у них следующем то есть например тег div который мы сейчас применили он является блочным элементом и смысл блочного элемента в том что они визуально представляются на странице в виде прямоугольников то есть и что нам это в итоге дает смотрите у нас есть некоторая строка небольшой отрывок текста для эксперимента у нас идет строчка небольшой затем div у нас делает так что вот это слово отрывок она представляется в виде прямоугольника то есть грубо говоря у нас образуется здесь такой вот прямоугольничек и происходит следующее значит все что находится на одной строке с этим блоком она перестает там находиться и получается то что вот этот блок он переносится под слово небольшой он здесь как бы выставляется в нем находится слово отрывок и затем уже под ним опять же идет текста до экспериментов уже следующей строкой то есть получается как раз то что мы с вами видим на экране небольшой строка идет потом прерывается здесь идет вот этот блок прямоугольный и дальше тексты для эксперимента вот случае же когда мы использовали span да у нас строка не нарушалась и мы видели то что у нас просто слово отрывок никак не выделялась а в случае покраски стилями было красным чтобы вам было более понятно значит блочным элементом также например относятся и параграф то есть когда мы пишем параграфы да у нас происходит очищение строки как бы сверху и снизу то есть пустое пространство образуется как до параграфа так и после вот мы с вами выводили вот этот параграф потом вот этот с переносами у них образуется такие же пространство то есть параграф это точно такой же блочный элемент который представляется прямоугольником а вот например когда мы использовали с вами теги е.м. и строн для выделения от этого слова страничка да вот эти теги и строн они являются строчными то есть они аналогичны тегу span который мы применяли к слова отрывок и как вы видите они также не ничего не переносят да просто оказывает влияние на отображение то есть вот этот момент также важно понять то что есть строчные элементы и блочные строчные элементы в отличие от блочных они не формируют вот таких прямоугольных блоков содержание располагается в строку а блочные формируют вот для того чтобы еще нагляднее это увидеть я предлагаю вам скачать вот по такому адресу http get fireball.com нажав на эту кнопку скачать специальный плагин для firefox который называется fireball у меня он установлен уже вы можете также установить себе и он у вас появится вот здесь вот в правой части браузера внизу вот такой значочек и если по нему кликнуть то откроется вот такая вот панель и в ней видна структура html документа достаточно вообще удобный инструмент с помощью которого можно получить дополнительную информацию страницы и например если мы нажмем вот сюда то мы увидим с вами структуру html документа как вы видите есть целиком наш документ затем идет блог head в нем находится тайтл все наши мета теги которые мы задали затем хоть закрывается открывается тег body и внутри body идет наш заголовок затем идут параграфы затем идет тег прэ вы можете видеть то что здесь все это выделяется до верхней части окна и вот смотрите как раз таки вот этот блок div на который сейчас навел он видите представляется в виде такого прямоугольника еще раз смотрите сейчас выше вот видите и вот этот синий блок это как раз таки тот самый прямоугольничек который формируется этим блоком то же самое и с параграфами вот таким образом это работает используйте данный инструмент если вам нравится и с помощью него достаточно удобно можно отслеживать как видите структуру документа полностью все на данном моменте я этот урок заканчиваю надеюсь что я достаточно а понятно объяснил вот эти моменты с блочными строчными элементами в принципе сейчас не так важно все это досконально понимать потому что в процессе работы понимание но само по себе постепенно придет самое главное что нужно понять то что если вы не нужно запоминать какие элементы являются блочными строчными это все становится очевидно из того как они себя ведут то есть если вы заключаете какой-то элемент определенный объем текста там да и его положение не меняется то это грубо говоря строчный элемент а если происходит перенос его на новую строку до освобождение пространства то есть что он становится единственным на строке как в случае со словом отрывок то вы имеете дело значит с блочным элементом то есть это для себя можно иметь такой вот подсказку в голове все на этом я заканчиваю и продолжим работать со стены тегами уже в следующем уроке